вам объясняю почему я хочу ознакомиться с оригиналами компакт-диска мне нужно установить что за физический носитель в серийный номер и так далее так далее у меня все написано давайте я закончу мысль а потом я отвечу на ваш вопрос мне нужно установить что вот эти компакт-диски на чем не перебиваете я вам объясняю суть чтобы вы мне не задавали вопросы для того чтобы вы мне не задавали мы с моей точки зрения глупых вопросов я вам задаю вопросы почему компакт-диски никак не индифицированы я хочу я вам все-таки доведу мысль я хочу написать заявление о подложности компакт-дисков монтаже и тому подобное мне нужно установить компакт-дисках эту подложность потому что то что мне направляли в сизо 4 раза каждый раз разные а вы мне не перебивайте хорошо когда я начинаю говорить дайте мне закончить фразу смысле как вам у вас отнимать у вас от и до время рабочие я вас сейчас заду конкретный вопрос а мне интересует где оригиналы компакт-дисков почему они никак не индифицированы в деле не скреплены печатью не за вы мне это рассказываете я не первый раз ознакомлюсь с материалами дела в том числе вот я буквально на днях а кому по кому не предъявить давайте вызывайте секретарь судебного заседания почему компакт-диски о которых я хочу писать заявление подложности вызывайте на всякий случай вас предупреждаю аудиозапись ведется я веду себя я себя веду очень корректно я веду себя корректно я повышаю голос потому что вы меня слышали и хорошо записывалась запись что я вам и как говорю я вас не оскорбляю и тому подобное я задаю конкретный вопрос почему вот эти аудиозаписи не скреплены печатью судьи я когда только что пришел я вас попросил организуйте мне прослушивание аудиозаписей можете заказать я вам еще раз объясняю 4 комплекта и все разные 4 комплекты послушайте меня ольга как там владимировна 4 комплекта компакт-дисков не присылали 4 комплекта претензий нет если вопрос почему почему данные компакт-диски никак не не я печатал можно я вам объясню давайте вам поясню потому что по ходу дела беспонятно а вы что попросили подождите то есть вы меня запрещаете ознакомливать с материалами дела нет я дошел до дисков и задал вам конкретный резонный вопрос я написал заявление вот мое заявление вот по я вам когда только пришел смотрите я когда вам только пришел я вам задал вопрос вы ознакомлены инструкция по делу производства в районных судах так вот 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 это вот форма заявление которое написал форма 62 ни больше ни меньше ознакомлюсь с материалами дела я могу да что ж вы со мной в параллель то все время разговариваете почему вы со мной с параллель разговариваете вы можете вот смотрите вот как мне обращаться с женщиной если я начинаю мысль свою излагать и начинает мере перебивать вот давайте я вас послушаю давайте вот послушаю вы скажете а потом дайте мне минутку я вам скажу по порядке все слушаю вас так вы можете написать заявление на выдачу копии аудиозаписи протокола судебного заседания пожалуйста пишите судья поставит резолюцию приносите свою флешку или свой компакт диска когда предусмотрены инструкции все теперь могу я сказать вы не будем и перебивать теперь смотрите я знаю что я имею право получать копии с материалов дела я вам отвечаю мне не нужна копия с материалов дела у меня их четыре штуки четыре комплекта этих компакт дисков и все разные все разные у меня есть основание писать заявление что в эти аудиозаписи производился монтаж вырезание фраз у меня в сизо было подмена дисков все эти диски разные вы можете понять не может да не перебивайте меня не перебивайте поэтому я пришел сюда и чтобы обнаружить оригинальной диске чтобы переписать их серийный номер и так далее подпись печать как это положено диски скрепляются печатью за подписью судьи а хочу обнаруживаю просто гуляется компакт диски не скрепленный печатью белозерской где печать Белозерской, в смысле, подпись Белозерской. Я на нее буду писать заявление. Еще раз. Так мне нужно установить. Это компакт-диски оригинальные, за которые она несет ответственность. Вот я говорю, как я установлю? Если это дело никак не скреплено печатью. Сегодня диски одни, завтра другие. Как мне в СИЗО приходило? Не перебивайте. Вы можете меня услышать? Четыре комплекта диска и все разные. Так ко мне-то какие претензии? Женщина, у меня к вам нет никаких претензий. Я даю простой резонный вопрос. Ознакомьте меня с материалами дела в виде аудиозаписи. Хотя бы на начальном этапе покажите мне компакт-диски, которые будем проводить экспертизу. Я сейчас напишу заявление в правоохранительные органы. Так завтра будут другие компакт-диски. Послезавтра будет третий. Где подпись, печать? Где я сейчас? Я должен зафиксировать. Что вот именно эти диски мы будем... Расфиксируйте, пожалуйста, зафиксируйте. Где? Я сейчас включу видеозапись, под видеозапись. Мы распакуем. Распаковать ничего не будем. А как вы будете меня ознакомливать? У меня нет резолюции председательства. Хорошо, ладно. Давайте вернемся по поводу разъяснения, в смысле, по поводу ознакомления с материалом дела. Пожалуйста, не перебивайте. Значит, право получать копии материалов дела на бумажном носителе, компакт-дисках и тому подобное это одно. А право знакомиться с материалами дела это другое. Да, я могу написать на выдачу копии, но у меня не нужна копия. У меня, тем более, их столько много уже есть. Мне нужен оригинал материала дела, я должен с ним ознакомиться. И это мое право. И для этого я написал заявление по установленной форме 62, согласно инструкции по делу о производстве в районных судах. Там не больше, не меньше. Там просто человек ознакомится со всеми материалами дела. Это может быть фотографии, аудиозаписи, видеозаписи. То, что у вас нет технической возможности мне это предоставить, тогда вы мне так и напишите, тогда высшестоящий суд так и напишу, что мое право на ознакомление с материалами дела было нарушено. Оно до сих пор нарушено. Ну, вот, по крайней мере, я вышел уже, отсидел срок, вышел на свободу и пришел все-таки уже свободным человеком ознакомиться с материалами уголовного дела. И мне говорите, нет технической возможности. Нет технической возможности ознакомиться с компакт-дисками. Так напишите мне не на словах это. В производстве четко написано, что вы можете копию получить. Да я могу, вы как, слышите меня, да? Я могу получать копию, это мое право. Но я, не надо подменять получение копии и ознакомление с оригиналами материала дела. Вы можете это у меня услышать? Да вы с меня прекрасно все слышите. Просто вы Белозерскую пытаетесь отгородить. Вы пытаетесь отгородить за то, что она посадила заведомо невиновного человека. Значит, еще раз говорю, просто смотрите, вот женщина меня специально выводит на эмоции. Я когда начинаю излагать мысли, она меня постоянно перебивает. Значит, я сейчас предупрежу, у меня ведется аудиозапись. С момента, как я сюда зашел, ведется аудиозапись. Поэтому я всегда веду корректно. Да, я сейчас эмоционально реагирую на то, что со мной человек так разговаривает. Я ей об одном, так вы можете спокойно разговаривать, а можете неспокойно. Мне не в этом дело. Вы не слышите меня. Вы игнорируете мои просьбы. Вы провоцируете. Вы провоцируете своим вот этим бездействием. Я вам задаю конкретный вопрос. Где компакт-диски, с которыми я могу ознакомиться? Вы мне говорите, технических возможностей нет. А эти компакт-диски не предусмотрено, что они должны скрепляться печатью. Ну как не предусмотрено? Даже вот следователь там, если материал делал, посмотрите, там фото таблица, серийный номер записывают. Ну посмотрите, как это все делается. Носитель, цифровой носитель описывается. Компакт-диск марки такой-то, серийный номер такой-то, там вплоть до того столько сантиметров нарезки, там все, понимаете, чтобы невозможно было подменить эти компакт-диски. Значит, мне 4 комплекта подменили, в СИЗО подменили, здесь это бардак. Я вам объясняю, чтобы мне обвинить судью, либо там других лиц в подделке документов, материалов уголовного дела. Мне нужны доказательства, потому что то, что я сейчас заявлю, что вот у меня есть компакт-диски, там нет определенных фраз вырезано, понимаете, Белозерский на судебном заседании. Я могу даже сказать, какие слова говорила. Я могу сейчас из инструкции распечатать просто текст, как должны быть диски вот эти упакованы. Хотите? Хотел, давайте. Вот посмотрите, видите, здесь нет ни печати, ни подписи. Что это за компакт-диски, кем они положены, кто монтаж производил, что здесь вообще, что здесь. Сколько раз они скрывались, кем они скрывались. Нет, он только один раз. Нет, он только один раз. Это вы так думаете. А я вам отвечаю, что мне из этого материала уголовного дела в СИЗО приходили четыре комплекта диска, вот так вот, по три штуки, то есть всего 12 дисков. И каждый раз они приходили разные. Так, при использовании средств аудиозаписи и иных технических средств для фиксирования хода судебного заседания электронные носители, информации, дискеты и флеш-карты должны быть вшиты в дело, приобщены к протоколу судебного заседания в упакованном виде, конверт с указанием на упаковке номера, дела, даты, а также подписан уполномоченным работником аппарата суда, упакованная упаковка должна обеспечить сохранность электронного носителя от повреждений и порчи. Ну, это вы, я понимаю, какой-то маленький абзац, но вы же не все распечатали. То, что есть, я распечатала, как они должны быть упакованы. Про подпись судьи там ни слова нет. То есть, вы хотите сказать, что вот одни судьи в вашем районе, это районном суде делают так, а другие делают вот так вот? Сотрудник аппарата суда это не судья, это секретарь судебного заседания. Смотрите, я вот буквально недавно ознакомился с материалами дела судьи Хуторцевой, вот в этом же суде. Да, там мне дали на компакт-диске аудиозаписи, потому что, ну, я согласился, чтобы не прослушивать, да, но там при мне с подписью, с печатями распаковали вот эти компакт-диски. Мы там все сличили и предоставили, потом все... А чем вы сличаете? Ну, в смысле, я могу переписать серийный номер, там все, и потом, когда я... Нет, почему вы уверены, что там оригинальные диски, а здесь нет? Может быть, они тоже... Я вам объясняю. Вот смотрите, я пишу заявление об ознакомлении с материалами дела. Мне судья Белозерская, присылает компакт-диски. Я там какими-то страшными усилиями пытаюсь эти компакт-диски в СИЗО ознакомиться, хотя у меня нет технических возможностей. Ладно, там идут мне на уступки, я там частично с чем-то ознакомлюсь. Я обнаруживаю определенные фразы. Я уже это слышала. Так вот, дослушайте, дослушайте. Я это переписываю на карандаш, понимаете? Перепишу на карандаш. Потом я прихожу, дальше ознакомлюсь. Это в один день невозможно ознакомиться. Я это слышала уже 10 раз от вас сегодня. Что вы от меня-то хотите? А вы боитесь это услышать еще раз? Мне просто некогда послушать, вы понимаете? Я вам еще раз говорю, то, что те аудиозаписи, которые мне были предоставлены, они вырезаны определенные фразы судьи Белозерской, которые ставят под сомнение вообще ее предвзятость. Я могу примерно дословно сказать, что там было произнесено. Вы можете жалобу написать, пожалуйста. Да я много что могу, поэтому я вам еще раз говорю, что мне нужны оригиналы диска, которые, я даже их прослушивать не буду, я просто зафиксирую, что это именно те диски, понимаете? И потом я напишу заявление в прокуратуру о том, чтобы изъяли. Пожалуйста, обращайтесь в суд. Да я знаю, причем здесь суд, я знаю, что мне делать. Мне нужно зафиксировать то, на что я буду писать заявление. Ну каким образом вы собираетесь это фиксировать? Я их скрывать не буду. Вы правы? Ну хорошо, я сейчас зафиксирую, что они опечатаны, там все, все, все. Вы фиксируйте, сфотографируйте, пожалуйста, и пишите заявление. Да где подпись судьи? Да не должно там быть подписи судьи, я вам распечатала распечатку из, господи, как уже называется, из инструкции. Где там написано подпись судьи? Хорошо, я пришел... Вы сфотографируйте, пожалуйста, пишите все в письменном виде. Хорошо, я пришел ознакомиться с материалами дела. Давайте я вот, я дошел до компакт-дисков. Пожалуйста, сделайте техническую возможность, как раз будем распечатывать, и я зафиксирую серийный номер, сколько миллиметров нарезки аудиозаписи, тип, ну я идентифицирую данный, данный предмет, на котором содержится протокол судебного заседания, аудиопротокол. Я не знаю, так вы... Вы пишите, пожалуйста, заявление в письменном виде. Женщина, вы что... Мужчина, у вас заявление об ознакомлении с материалами дела. Я ознакомиться хочу с материалами дела, путем аудиопрослушивания. Что такое происходит? Вы заявление напишите, что хотите ознакомлению? Смотрите, я написал это заявление. Более того, я даже с собой взял, вот у них оно есть. Оно... Что вы хотите прослушать компакт-диски, напишите заявление. Смотрите, ознакомление подразумевает, естественно, восприятие человеком. Чтение, слушание, ну то есть, визуальное, аудио ознакомление. Чувствами органов. Слепой был там, на ощупь-то что-то может быть. Не надо писать отдельно, потому что для того, чтобы не было таких споров, существует целая инструкция по делу производства в районных судах. При наличии писемного ходатайства сторон ходатайства есть у вас иные участники? У меня нет, у меня ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Все. Но не с протоколами, а не с аудиопротоколами. Читайте, читайте. Смотрите, вы... Я пришел знакомиться со всеми материалами дела. Я понимаю, что в течение пяти суток с момента, как составлен протокол, я имею право ознакомиться, внести замечания на протокол и так далее. Я пришел ознакомиться со всеми материалами дела. Обеспечьте, пожалуйста. Что значит нету технических возможностей? У меня ее тоже нету. Я должна ее обеспечить? Лично вы нет, не должны. Напишите заявление, пожалуйста. Да написано заявление. Я написал заявление. Прошу ознакомить... Отдано. Вот он у вас со штампиком имеется. Об ознакомлении с материалами дела. Так и ознакомьте меня с материалами дела. Я ознакомлюсь. Каким образом? Вот компакт-диски, я хочу прослушать их. Мы по кругу ходим, на самом деле. Вы уже объяснили по поводу этих дисков. Что вы хотите обозначить заявление? Написать на ознакомление с аудиозаписом. Потом они мне скажут, напишите заявление, с каким конкретно диском вы хотите ознакомиться. Напишите заявление и все. Написать отдельное заявление. И потом придете и будете слушать. Давайте исходить из того, что то, что сказали, нет, в этом как раз большая проблема. Это называется волокита издевательства над человеком и тому подобное. Если вы считаете, что вы правы, напишите, просто напишите мне письменный ответ. Я пришел в орган государственного учреждения, где вот эти устные общения с человеком, который делает свою работу, он как бы ни за что не отвечает, он должен согласовать с руководством и выдать мне бумагу, что вам отказано в связи с тем-то, тем-то. Ну, может на инструкцию там сослаться и тому подобное. У меня есть процессуальное право ознакомиться с материалами дела. Я по образцу никакой от себя написал заявление. Прошу ознакомиться с материалами дела. Все. Что мне от нее еще надо? Потом они мне напишут, с каким томом ознакомиться, что... Это уже их излишество. Все. Вот эта вот короткая формулировка прошу ознакомиться с материалами дела, не подразумевает, что писать, как мне ознакомиться с материалами дела? С какими конкретно? Все. Я хочу ознакомиться. Вот материалы дела я изучаю. Семь томов. В том числе дошел до шестого тома. Вот. Обнаружил компакт диски. Никак они не идентифицированы. Подписи, ни печати нет. Что там лежит? Хочу прослушать. Зафиксировать. С фотофиксацией, с аудиофиксацией. И не нужна мне копия, потому что я сейчас параллельно это запишу. Прямо как прослушиваться будет. Даже, может быть, сфотографирую, что зафиксирую именно номер, серийный номер. Чтобы потом, когда я уйду и приду ознакомливаться уже, либо прохранительные органы будут ознакомливаться с материалом дела, чтобы они не оказались другие компакт диски. Это тоже понятно. Потому что, ну, может оказаться, что там те фразы, которые были вырезаны в других аудиозаписях, вдруг появятся. я не специалист, это специалисты должны определять, было ли монтаж подвергался, не был монтаж. Но я вам по факту говорю, я могу вам сказать, что конкретно было на тех аудиозаписи, которые изначально я прослушал. Их потом даже в СИЗО подменили. Понимаете? Значит, в момент, когда ознакомлюсь с материалами дела, была, ну, там, прокрутка была, прокрутка была. Защитник Чайковский говорит в суде, вот, вот, вот здесь, вот они там листали до какого-то момента. Я просто вам хочу сказать, что это серьезный момент они там вырезали. Она предрешала, она предрешала решение суда. Вот только за эту, за эту фразу ее нужно лишать полномочий судьи и тому, ну, дело естественно. Давайте мы всем на завтра от снимания и дисков напишите заявление, пожалуйста. Заявление напишите. Смотрите, давайте сделаем так. Заявление писать не буду, заявление написано. У нас, у нас предусмотрено, давайте перенесем, у нас предусмотрено, не предусмотрено там, что я там за один день, но это невозможно семью томами за один день даже их отфотографировать. Ну, понимаете, да? Тем более аудиозаписи прослушать. Я вам сразу говорю, я не буду слушать все аудиозаписи. Мне интересует только маленький фрагмент, определенный, за определенную дату я хочу послушать, есть ли эти фразы здесь или нету. А если они есть, я хочу зафиксировать номер диска и так далее. Прекрасно, что вы меня поняли. Все, спасибо. Давайте так сделаем. Спасибо большое, до свидания. Так, тогда проверьте это все оставляю, смотрите. Напишите, со скольки за маме и ознакомились, пожалуйста. Есть ручку, можно. Так, а примерно во сколько завтра? Ну, не знаю. Ну, понятно, как скажете, так я постараюсь подстроить свои дела. Чтоб ничего не отвлекало. Написал, что частично ознакомлен и прошу, чтобы записи прошу предоставить для прослушивания. До сколько завтра? 10, хорошо. Все это. до свидания. До свидания. Продолжение следует...